построена навечно и от хорошего к великому, он рекомендует некую, как он говорит, концепцию ежа. В эту концепцию, то есть, ежик отличается от лисы тем, что ежик всегда придерживается некой цели. То есть, он, допустим, пошел в лес, нашел там какой-то гриб или яблоко, взвалил его себе на спину и принес его к себе в норку. Лиса, она хаотична, то есть, она все время бегает, она все время ищет что-то новое, она погналась за одной добычей, потом эту добычу бросила и погналась за другой добычей. Так вот, в бизнесе нужно быть всегда целенаправленным, нужно четко придерживаться своей цели. Ну, а чтобы бизнес был успешным, для этого нужно, во-первых, заниматься тем, что вас заводит, то есть, то, что вызывает в вас эмоции, то, чем вы любите заниматься. Второе, это нужно, конечно, заниматься тем, что приносит деньги, потому что, если бизнес денег не приносит, то смысла заниматься в данный момент этим нету. То есть, может быть, время этого бизнеса еще придет, но нужно несколько лет подождать. И третье, нужно заниматься то, в чем вы лучшие. То есть, вот если вы чувствуете, что вы делаете какое-то дело лучше других, то именно этим делом нужно заниматься. Таким образом, на пересечении вот этих вот трех идей и возникает та область деятельности, которой вам лучше всего заниматься. Итак, главное в бизнесе – это концентрация. То есть, нужно четко придерживаться выбранного курса. Да, конечно, свой курс его найти достаточно сложно. И довольно легко сбиться со своего пути и, так сказать, выжить в бизнесе. Как говорит, опять же, американский профессор Джим Коллинз, выбор курса занимает где-то примерно четыре года. То есть, вы постоянно должны, ну, своего рода подчищать видение и должны осуществлять своеобразную тонкую настройку своей стратегии. И вот эта тонкая настройка по опыту многих компаний занимает примерно четыре года. То есть, с момента основания, когда вы выбрали то, чем вы будете заниматься, должно пройти где-то примерно четыре года до тех пор, пока вы, наконец, поймете, что да, действительно это работает и да, действительно это приносит деньги. Поэтому основные положения здесь – это постоянно подчищайте видение. То есть, вот у вас есть некое видение того, что вы делаете, и вы должны постоянно его, так сказать, систематизировать, постоянно доводить. То есть, четко знать, на какие рынки вы идете, на какие не идете. Постоянно улучшать свой продукт и оттачивать его. При этом вы все время должны помнить о конечной цели, то есть, то, какой продукт вы создаете и как этот продукт работает. И здесь нужно сказать тоже, вот я это называю правило плохого водопроводного крана. То есть, что такое плохой кран? Это тот кран, который невозможно закрутить, из него постоянно течет вода. То есть, если вы в своем бизнесе открыли какой-то новый проект или запустили какую-то новую сферу деятельности, то этот проект уже не так легко закрыть. Более того, вы его запустили, вы уже потратили на это деньги. Поэтому вы уже так просто не сможете остановить этот процесс, потому что сюда уже задействованы другие люди, потрачены финансовые ресурсы. И таким образом этот проект уже нельзя остановить. Поэтому прежде чем запускать какой-то новый бизнес, вы должны четко подумать, нужно ли вам вот этот вот новый проект. Или вам, может быть, лучше остаться и концентрироваться на уже имеющемся бизнесе. И, допустим, до тех пор, когда у вас появятся новые сотрудники, либо появятся новые возможности, вот тогда вы эту новую тему откроете и разобьете. Поэтому всегда придерживайтесь выбранного курса. То есть, поймите, что же вам нужно делать. И здесь еще также часто возникает дилемма, вот я это называю дилеммой, нужно ли вам уплыть с острова. Ну, многие, наверное, смотрели такой был известный сериал «Остаться в живых». Да, и в какой-то момент вот те люди, которые попали на остров, на необитаемый, перед ними встала проблема. Остаться им жить на берегу или им лучше уплыть с острова и... Не уплыть с острова, а уйти вглубь острова и там в глубине острова остаться жить. То есть, в глубине острова у них, конечно, больше шансов выжить, там есть вода, там не настолько опасно, как на берегу, но, тем не менее, в глубине острова их никогда не заметят и они никогда не вернутся, так сказать, в цивилизованный мир. Поэтому то же самое и с бизнес-проектами. Когда вы запускаете какой-то проект, вы должны четко понять, какой цель вы преследуете. То есть, хотите вы вернуться в цивилизованный мир или вы хотите остаться на острове и, допустим, комфортно жить в диких условиях, там, ну, насколько это вообще позволяет. Вот, и в зависимости от того, какую цель вы перед собой поставите, так вы и должны развивать свой бизнес. Итак, существует две технологии поиска вашей ключевой стратегии. Первая технология – это от английского слова push – толкать. То есть, вы можете создать какой-то новый продукт и проталкивать его на рынок. То есть, это некий поиск нового, вы нашли что-то новое и дальше это развиваете, пытаетесь показать это людям. То есть, таким образом вы пытаетесь сформировать некий спрос на инновацию, на то, что вы только что изобрели. Часто вот эта технология push, она используется с различными изобретениями. То есть, как, например, изобрели велосипед и сначала все говорили, что как можно ездить на двух колесах, то есть это работать не будет. Но после того, как некоторые потребители попробовали, у них получились, они поняли, что это действительно работает, и таким образом сформировался спрос на инновацию, и инновация заработала, появился новый продукт. Другая технология создания бизнеса – это технология pull, то есть тянуть. Она заключается в том, что сначала вы исследуете спрос, то есть то, что клиенты хотят, то, чего на настоящий момент нет на рынке, и потом, когда вы вдруг по каким-то причинам нашли вот этот вот недостаток, то вы создаете этот новый продукт, который удовлетворяет определенный новый спрос. То есть самое главное – это удовлетворить, так сказать, спрос клиентов. Если появилась некая новая группа клиентов, то, соответственно, у нее появляется новый спрос. И таким образом вы создаете продукт, чтобы удовлетворять этот спрос. Здесь, опять же, можно пытаться уже делать некоторые изобретения и разрабатывать продукт с учетом как раз спроса людей. Ну, например, вот есть такая известная датская фирма Отикон, которая производит слуховые аппараты. Вот. Но все мы знаем, что сейчас уже 21 век, и постепенно здоровье людей начинает немножко ухудшаться. Вот. Все больше людей, которые плохо слышат, и для них нужны слуховые аппараты. То есть сто лет назад, когда не было технологических возможностей создать...